Я плохо говорить по-русски, но иди нахуй, снежная обезьяна, говорит тебе любое приложение нормального производителя, ну, например, Банков Америка. Это приложение недоступно в твоей стране, несмотря на то, что ты вроде как в Америке находишься, и айпишник у тебя американский, и вообще. В интернетах, как обычно, несут всякую хуйню о том, как решить эту проблему. Типа нужно идти в какой-то Google Wallet, или еще в каких-то профилях ковыряться. Все это полная хуйня. Теперь у Google единый интерфейс настройки, который находится в центре платежей Google. Поэтому сразу переходишь в центр платежей Google, это адрес payments.google.com, и сразу заходишь во вкладку настройки. В графе наименование и адрес нажимаешь на кнопку редактирования, оно предложит создать новый платежный профиль. Создаешь профиль для своего нового адреса в твоей новой стране. Дальше удаляешь к хуям старый профиль, в данном случае рашкинский. Вроде как при этом потеряются все купленные игрушечки для дебилов, но коли ты уж переехал в нормальную страну, наверное тебе на эту снежную пупу Асландию уже насрать. Тем более, что в твоей старой стране у тебя тупо не было денег на то, чтобы покупать игрушечки для дебилов в Google Play. И вот к этому новому платежному профилю во вкладке способы оплаты привязываешь карту желательно локального банка. Насколько я понял, валюта не важна, главное, чтобы банк был местный. После этого неплохо бы через настройки телефона зайти в приложение, найти там Google Play Store и удалить ему кэш. Кэша вроде как достаточно, данные стирать не нужно. После этого перезагружаешь устройство и приложение скачается. Еще раз, для тупых. Этот способ для тех, кто уехал из страны снежных пупуасов. Если же ты продолжаешь оставаться в ней, и при этом хочешь скачать какое-нибудь приложение, которое недоступно в твоей так называемой стране, ну, например, Spotify, все почему-то хотят Spotify, то у тебя есть два пути. Первый путь это сначала поставить VPN, потом, будучи подключенным через VPN, где ты сменишь страну на США, например, создать новый аккаунт Google, зайти под ним в Play Store и вот уже под этим новым аккаунтом Google через VPN скачать этот самый Spotify. Второй способ это не ебать мозги, зайти на какой-нибудь сайт типа 4PDA, либо APK Mirror или там, не знаю, трэшбокс и скачать APK-шку, то есть установочный пакет с программой оттуда, имея в виду, что на 4PDA нужно быть залогиненным, чтобы файлы скачивались. То есть Spotify можно таким вот образом установить, но без VPN оно работать все равно не будет. То есть вроде как стриминг музла будет работать без VPN, но раз в две недели нужно будет заходить через VPN и вновь логиниться в этом приложении. То есть VPN тебе все равно понадобится. Если ты решишь купить платную подписку, то отечественные карточки там тоже не принимаются. Соответственно, пополнять можно либо гифт-картами, либо как-то привязать PayPal. Я бог ютуба! Лайк, подписка, бубенцы!